Всем привет! Недавно вышло предпоследнее обновление в этом году. Это обновление добавляет контент пещерам и теневому разлому. Начнём мы, пожалуй, с пещер. В игру добавили мосты. Одна часть моста крафтится за две верёвки и четыре доски. Ограничение на количество дёрнов – шесть тайлов. Его можно поставить только через дёрн от другого моста. Его нельзя сломать порохом или молотом. Также он не горит, но он трескается от каждого начала землетрясения. Его можно починить, используя брёвна или доски. Починив одну трещину, починится весь мост. Его можно защитить, используя колонны, которые защищают от землетрясений. Но если его не защищать, то спустя четыре землетрясения он сломается. Все предметы на нём, постройки, а также вы, падаете в пустоту, но игрок оказывается рядом, падая с неба. Без потери характеристик и без потери предметов в инвентаре. Но предметы, выпавшие в пустоту, исчезают навсегда. Да, хождение по пустоте пофиксили, и теперь не получится нормально ходить по ней. Хотя пока что есть способ, начиная крафтить предметы, с помощью акцию Кьюри Борна. Но, надеюсь, это пофиксят. Мост также после разрушения мгновенно убивает существ, находящихся на нём. Что довольно странно, ведь так можно ваншотнуть, например, жабу-поганку. Но я думаю, это быстро пофиксят в следующих патчах. И мосты нельзя установить рядом с атриумом или в лабиринте. Также теперь Войнуна с навыком, позволяющим строить мосты на поверхности, может вырастить мост и в пещерах, ровно с таким же радиусом. И после разрушения он имеет всё те же функции, что и у обычного моста. На поверхности также изменили пустоту. Теперь вы падаете вниз, если пробрались туда, и оказываетесь на суше без всяких потерь, всё так же падая сверху. Но если вы найдёте способ пройти через пустоту парочку дёрнов, то вы сможете спокойно бегать по пустоте без всяких проблем. Также другие существа будут исчезать в пустоте, если выйдут за неё. Но если они также пройдут парочку дёрнов, то исчезать уже не будут. Переходим к следующему контенту пещер. Теперь в мире после 25 дня с нападением червей есть 5% шанс на приход огромного глубинного червя. Это новый босс, но о нём пока позже. Разберёмся с его появлением. Шанс увеличивается на 5% после каждой волны червей, в конце достигая максимальные 50% шанса. После его прихода он заменяет собой несколько червей, и шансы заново падают до 0%. У него 5000 хп, он всегда мокрый, и он наносит 22,5 урона за волну при перемещении, и по сути имеет несколько атак. Встав достаточно близко в момент, когда он вылазит, то он съедает вас, пережёвывает и проглатывает. Нанося 14 урона 28 раз, и за каждый удар отнимая по единице рассудка, а затем он выстрелит вас. Помимо отнятия единицы рассудка, когда он вас жуёт, вы дополнительно теряете 6,6 рассудка в минуту, пока находитесь в его башке, ну или рядом с его головой. Всего этой атакой он наносит 392 урона, а это можно увидеть по моим изменённым хп. Этой атакой он почему-то не может вас убить, даже если у вас будет маленькое количество здоровья. Он будет всё равно оставлять вам единицу хп. Если его хвост будет внутри земли, то он вас немного пожуёт, а затем выплюнет ртом. Также он может съесть других существ. Например, если он съест лобстера, то он его проглотит, и спустя время выстрелит 3 дерьма. А вот такой моб, как например Хадж, не переваривается. Если же хвост был под землёй, то он не выстрелит существо, оно просто исчезнет. Также некоторых существ он вовсе не сможет съесть. Если подойти к нему достаточно близко при перемещении, он будет наносить 14 урона шипами, а затем на третьем ударе откинет вас. То же самое будет, если наносить ему урон. Вы будете получать урон, и спустя 3 удара вас откинет. Также он, помимо существ, может съесть и другие предметы. Съедая, он их удаляет. После съедания он открывает окно для нанесения урона, и в таком случае вы не будете получать урон от шипов. В принципе, это и есть тактика по его убийству. Мы кладём, например, лампочку прямо под его рот, и мы наносим 5-6 ударов. Повторяем так до его смерти. С него, помимо обычного лота червя, падают как ценные вещи, так и мусор. С каждого сегмента тела, а это каждая маленькая часть, падает по 3 предмета. То есть всего предметов может выпасть где-то под 70. Наиболее высокий приоритет есть у костей, камней и других минералов. А уже с маленьким шансом гемы и различный мусор. И у этого босса есть одна странная механика. Он исчезает, если уйти достаточно далеко. Это довольно странная фишка, но она у него есть. Надеюсь, это уберут, потому что оно как-то странно. К удивлению, но контент для пещер на этом закончился. Но добавили больше для теневого разлома. На теневой кузне появился новый предмет. Глум Меранг. Он крафтится довольно легко. Нужны лишь чистый ужас и лохмотья. У него 85 использований. Отнимает 3,3 рассудка в минуту, но ускоряет на 10%. У него 10 рейнджа и при атаке выпускает 3 тени Бумеранга, урон которых зависит от расстояния. На максимальном рейнджа имеют 54,4 урона, из которых 27,2 чистого и 27,2 обычного урона. А минимальный урон 12,2 урона, из которых половина чистый и половина обычный. Пока тень Бумеранга не вернётся, следующую тень использовать не получится. Также этот Бумеранг с надетым на вас капюшоном пустоты увеличивает количество теней Бумеранга на 1 и увеличивает на 10% обычный урон, а также даёт 5 чистого урона. И ещё у него есть плюс 25% урона по лунным существам. Следующие предметы уже требуют некое заряженное предсердие. После убийства топливопряда и открытия разломов. В лабиринте после открытия сундуков в первый раз, с 33% шансом, это окажется мимик. Он оживёт и сразу нанесёт урон игроку. У него 950 хп, 30 обычного и 20 чистого урона, атакой выбивая из вас предметы с первого слота, а затем съедает их. После смерти с него падает от 3 до 6 чистого ужаса и клыки гонщи, а также все съеденные до этого предметы, кроме мяса. Если положить в него или скормить ему теневое предсердие, то после его смерти выпадет заряженное теневое предсердие, которое, если сразу не поймать, убежит от вас и будет вас пугаться. Когда он убегает, поймать его можно только ловушкой. Это заряженное сердце нужно будет для новых крафтов. Начнём, пожалуй, с теневого колокольчика. Если привязать его к Бифову, то он будет вот так прикольно летать. И если Бифово с такой привязкой умрёт, то он останется трупом, который нельзя разрушить, жечь или побрить. Но, кликнув по нему колокольчиком, Бифово окутывает тени. И наш Бифово возродится, а мы потеряем 100 раз сутка и 50% максимального количества здоровья. А наш колокольчик уйдёт в КД на 2 часа. Но зато Бифово ничего не потеряет в прирученности. Кстати, его труп держится до перезахода в мир. Или между мирами. Ну или пока вы не оцепите колокольчик. Ну и ещё одна фишка в том, что после того, как Бифово насрёт, то через 5 секунд его говно исчезнет. Следующий предмет – это седло для Бифово. Этот предмет, кстати, является самым дорогим. И это седло просто даёт много статов вашему Бифово. Плюс 10% урона по лунным существам. Даёт 18 чистого урона и 15 чистой защиты. И плюс 10% защиты от теней. А также ускоряет Бифово на 45%, что на 5% быстрее обычного седла. И самое главное, даёт 60% обычной защиты. Что делает из Бифово какого-то мега танка. Очень сильное седло. Также при передвижении вы будете оставлять следы. Но это просто визуал. Следующий новый предмет. Назовём его пока топориком. У него 38 обычного и 10 чистого урона. Имеет 200 использований и третит 3,3 рассудка в минуту. Наносит на 10% урона больше по лунным существам. И рубка у него на 50% эффективнее, чем у обычного топора. Кстати, если рубить им за Вуди, то за каждый удар он будет терять 15 рассудка. И ничего не получать взамен. У этого предмета есть уровни. Сейчас он по сути на нулевом уровне. Чтобы перейти на первый уровень, нужно убить 3 боссов. Позже расскажутся, каких боссов уровень нельзя получить. После поднятия уровня топор оживает. Открывается первый глаз. И топор начинает шевелиться. Уровень увеличивает чисто урон на 4 единицы. И с первым уровнем появляется вампиризм. Сейчас он восстанавливает 1.7 хп за удар. И тратит немного рассудка за удар. Где-то 1 единицу. Когда здоровье фуловое, рассудок не тратится. Также повышение уровня увеличило эффективность рубки деревьев на 25%. Но у топора начала падать сытость. С первым уровнем 500 сытости хватит на 20 и 8 дней. Убив еще 3 боссов, топор получит второй уровень, открыв второй глаз. Это увеличит эффективность на 25%. Еще это дашь 4 единицы чистого урона. Вампиризм теперь составляет 2.5 единицы за удар. А сытости хватит на 10.5 дней. Убив еще 3 боссов, мы получим последний третий уровень, открыв третий глаз. Это снова увеличит эффективность рубки на 25%. А также увеличит чистый урон на 4 единицы. И вампиризм будет составлять 3.5 здоровья за удар. Но уже отнимает 2 единицы рассудка за удар. Но сытости хватит на 5.2 дня. Чтобы восполнять сытость, вполне хватит убийства бабочек. Любое существо дает 50 сытости топору. Но если сытость упадет до нуля, то топор начнет тратить свою прочность. И кричать о том, что ему срочно нужна еда. А затем полностью сломается. И его можно будет починить, используя ремонтный комплект. Но к сожалению, все накопленные до этого уровни теряются. А если чинить, когда он еще жив, то уровни не исчезнут. Также его можно завернуть в завертку. И он не будет тратить свою сытость. Капюшон пустоты дает 5 чистого урона топору. А также увеличивает обычный урон на 10%. Капюшон пустоты, как и женицу, увеличивает чистый урон, если вы не получаете урон и бьете без перерывов. С каждым ударом до 6 ударов вы увеличиваете чистый урон на 4 единицы. То есть третьим уровнем топора, по обычным существам, обычным персонажам с 6 стаками, вы наносите 92,8 урона. Это больше, чем у косы на 4 чистого урона. На максимальной прокачке он хуже стеклянного топора на 25% эффективности. И топоры бумеранга дают третий уровень теней кулонов Максвелла. Но седло не дает. Немного следует пояснить, какие боссы засчитываются для поднятия уровня. Специально для этого топора, Клей создали новое разделение на мини-боссов и боссов. В скрапбуке они отображаются как мини-гиганты. То есть теперь все виды скелета, кроме Атриума, Паучиха, Энд, Плодовая Муха и Шахматы, кроме третьего уровня, считаются мини-боссами. Из-за них топор не будет получать уровень. Кстати, забавный факт. Червяк в бете не был боссом. Но спустя несколько патчей стал им. Но за него топор по-прежнему не получает уровень. Хотя может это исправит. Также стоит упомянуть, что боссы с первой и второй фазой считаются одним боссом. Поэтому Небесный Чемпион будет засчитываться лишь за одно убийство, только третьей фазой. Но вот Клаус считается за двойное убийство. Но в смысле его реально возрождает Красный Амулет. И Кошмарный Оборотень, Мусорный Оборотень и Шаракбой по сути своей не умирают. А остаются на одном хп. Из-за чего не смогут повысить уровень топорику. И последний новый теневой предмет. Но он делается из довольно интересного предмета, для которого нужно новое существо. После открытия разломов, в большинстве своем в проходах, в руинах и пещерах, на нас пройдя по фиксированному месту спавна, свалится жижа. В мире ограниченное количество жижи. 100 штук. Дальше они не будут сваливаться, пока старые не умрут. Также эта жижа появляется только во время открытия разломов. И умирает, когда он закрывается. Это существо зовут Икер. У нее 600 здоровья и имеет чистую защиту. Если она упала на вас, вы застрянете в ней. И она нанесет 20 обычного и 20 чистого урона. 4 раза разделяясь на мелкие кусочки, которые хилят ее и замедляют вас. А также вы оставляете внутреннюю часть своей экипировки. И вытащить ее можно будет только убив эту жижу. Либо залезть внутрь с другой броней или без брони. И в Уорд против этой жижи есть одна фишка. Так как из ее рук, существа не могут выбить предметы, то и жижа тоже не сможет. В отличии от других персонажей. Также если на вас была, например, ежевичка, то при ударе по ней, эта жижа будет наносить вам урон. Кстати, при нанесении урона вы не ломаете бронь внутри нее. Жижа не замерзает, не горит. И даже на огонь под ней ей все равно. Ее довольно сложно убить обычным оружием. Но с чистым уроном режется как масло. С нее падает от 4 до 6 топлива ужаса. И если вы на Бифло или Вобби, то вы игнорируете жижу. А также Вуди в форме оборотня тоже игнорирует ее. В части жижи после удара по ней можно собрать в бутылку. И тогда жижа не будет отхиливаться, и так ее можно будет спокойно убить, хоть тиневым мечом. Эту жижу в банке можно взять в руки и кинуть на землю. Банк разогрется, но появится маленькая капля жижи, которая держится один день и замедляет существа в боссов. Но у нее есть один баг, при котором существа иногда не замедляются. Эта жижа в банке как раз и нужна для нового предмета. Крафтится он из трех жижи и пяти дредстоуна. Бутылки кстати не расходуются. Установив эту штуку на землю, в нее можно будет положить еду. И внутри этой жижи порча еды будет ставиться на паузу. То есть это по сути завертка, но как постройка. И имеет один слот. В нее можно положить очень много разных видов еды. Мясо, блюда, еда и вентов, лампочки, лед, овощи или даже живую рыбу. И если ее разрушить, с нее выпадет топляк. Еще одно новое существо. Но уже к удивлению, ее спаун не сильно зависит от открытия разломов. Теперь в руинах с первого дня, во время кошмарного цикла, со сорока процентами шансов из огней и трещин появляется новый кошмар. У него 850 здоровья, и он уносит 50 обычного урона, кусая вас. А если его атаковать, то с 75% шансом появятся волны, которые тоже наносят 50 урона каждая. Также после смерти падает гарантированно 2 топляка. 50% на еще топляк, и 25% на еще один топляк. Но если открылся разлом, то эта тень усилится. Теперь она появляется с кошмарных огней с 90% шансов. У нее появляется чистая броня. Кусая, он наносит 50 обычного и 25 чистого урона, двигаясь немного вперед, как муха при атаке. Также из-за разломов она ускоряется на 1,5 единицы. А без разломов ее скорость составляет 5 единиц. При нанесении по ней урона, она с таким же шансом создаст 2 волны, которые наносят 50 обычного и 25 чистого урона каждая. А также при попадании немного подкидывает нас. После смерти такой тени, с нее падает гарантированно 2 чистого ужаса. Третий чистый ужас с 50% шанса. И гарантированно падает один топляк. Когда разлом закрывается, усиление этой тени закончится, и она вернется в свою прежнюю форму. Другое новое существо. С появлением расщелина с Дредстоуном, может появиться другое трио. Подойдя к расщелине, под вашей башкой появится челюсть. От нее довольно легко уклониться. Но если она укусит, она нанесет 35 обычного и 20 чистого урона. Чтобы выбить ее из этого состояния, нужен любой ее урон. Например, ветродуй или слизью липахи. После этого вы оглушите трех существ. Их всех зовут Риктус. У них 800 хп, они умеют прыгать, нанося 15 обычного и 10 чистого урона. Нанося серию атак, последний из которых откидывает вас. После их смерти с них падает такое же количество чистого ужаса. Лохмотев и топлива ужаса. Как с других членов Теневой Троицы. Но так как у одного из Теневой Троицы падает чистого ужаса больше, чем лохмотев. То по сути, встретив этих трех змей, убив их, вы получите больше лохмотев, чем если бы это была обычная троица. Следующий моб это Мимик Рип. И он довольно необычный. Начнем с того, что пока разлом открыт и активен, на каждого игрока в пещерах идет таймер от 10 до 20 секунд. После которого в темноте за экран от игрока пытается появиться Мимик Рип. Но сколько бы я не тестил, он у меня все время появлялся только в лабиринте и в Атриуме. Не знаю, баг ли это или мне просто не везло, но встречал я их только там. Максимальный кап мимиков 10. Дальше они не будут спавниться. Если подбежать к нему, он будет пытаться сбежать. Но догнав и наступив на него, мы его раздавим, получив топливо ужаса. Прикол этого существа в том, что он увидев предмет, побежит на него и полностью скопирует его. К таким предметам относятся предметы экипировки. Трости, каски, зонтики и так далее. И не все из них сохраняют свои функции. Например, трость ускоряет. Но вот каска или зонтик превращаются обратно при использовании. То же самое касается оружия. А броня слетает с вас при ударе. Спустя день они вернутся в свою прежнюю форму и убегут. Их можно вытащить на поверхность, как предмет. И их нельзя использовать в крафтах. И очень приятная особенность, как по мне, это то, что превратившись в зеленый амулет, мы успеем скрафтить предметы и сэкономим ресурсы, прежде чем он вернется обратно. Этакий бесконечный зеленый амулет. И еще одно новое существо, но оно не связано с теневым контентом. Засунув в норку от 12 до 17 морковок, появится пассивный король кроликов, с которым можно торговать. Норки соединены между собой. И не важно, если вы положите морковки в разные норки. Также пока существует один король кроликов в мире, другой не сможет появиться. Но он исчезает, если отойти за два экрана. И призвать его еще раз можно будет только через день. Так за 4 морковки и камыш он даст свой рог. У которого 3 использования, но под 2 в которые появится норка. С 12 слотами. Норка существует 2,5 минуты. И по сути это общее хранилище Максвелла. То есть она передает предметы между норками. И если она исчезнет, то предметы будут храниться в своем измерении. И открыв норку, таймер ее исчезновения ставится на паузу. И так как пещеры это отдельный мир, то там отдельное хранилище. Следующий предмет это шапка с мужиком на башке. Он полностью анимирован. Меняет цвет зимой. И когда мало рассудка, он становится черным. Но рассудок не отнимает. Он восстанавливает 1,3 рассудка в минуту. Умрет через 5 дней от голода. И в зависимости от голода, меняет свое название на голодный и голодающий. С этой шапкой вас больше не будут пугаться кролики. И вы даже сможете их подбирать в инвентарь просто руками. Даже убивая их в инвентаре, другим кроликам будет ок. Чела на башке можно покормить морковкой. И он восстановит свою прочность. Последний предмет у короля кроликов, это пальто из морковки. Он тоже восстанавливает 1,3 рассудка в минуту. Портится он 2 дня и требует больше, чем 1 морковка для починки. Его фишка в том, что надев его, вы начинаете поручать 10 зайцев. Постепенно накапливая таймер поручения. Они будут поручаться даже если у вас есть мясо. А если вы снимите пальто, то они не отприручатся. Пока таймер не закончится. Что позволяет даже использовать обычную броню. Зайцы поручаются даже если вы выбрали вортекс. Но если вы надели броню после агры зайцем. То он будет поручаться, но атаковать не перестанет. Пока не переагрится. Вернемся к королю кроликов. У него 2000 здоровья. Если его кто-то начнет тубасить, то ему будет плевать. И такими темпами он умрет от того, кто его бил. С него падает кусочек мяса. Но если у персонажа есть мясо в инвентаре. Или он ударит короля кроликов, то он превратится в агрессивного короля кроликов. Топая ножкой призывает 3 особых зайцев. У них 400 хп и 40 урона. С них может выпасть мясо монстра. Обычное мясо, морковка, хвост зайца или кусочек бороды. Когда на призыв зайцев 1 минута. Но призывает он их только если все зайцы умерли. Также приручает обычно зайцев по близости. Зайцы и король кроликов преследуют игрока. И если вы далеко отбежали, телепортируется к вам. Забавно, что даже прыгнув в червоточину, они будут вас там поджидать. Но странно, что король кроликов увидев, что мы запрыгнули на плот, сразу зарывается в землю. И исчезает. А зайцы тоже не могут прыгать на плот. И спустя время тоже исчезают. После исчезновения следующего короля можно призывать через 1 день. Сам король кроликов бьет ногу из прыжка. Откидывая нас и нанося 75 урона. Если он промахнется, то застрянет в земле на 7 секунд. Эта атака бьет всех на своем пути. И это можно использовать. Если натравить его на бифало, он ничего им не сделает. Сам попытается нас атаковать, даже когда его дубасят. С него после смерти падает его рог. Который имеет урон как у шипа щупальца. И имеет 125 использований. И отнимает 40 сутка в минуту. Экипировав его, вы пугаете зайцев. Даже если у вас есть мясо. Но убрав его и взяв руки обратно, они не будут больше вас бояться. У него повышенный урон по зайцам на 20%. Но за каждый удар по зайцу вы отнимаете себе 5 рассудка. Все эти предметы можно разобрать по сахам разрушения. Также если вы убиваете кроликов или зайцев, вы увеличиваете параметр шалости. Он немного похож на механику крампусов. Но связан только с зайцами и кроликами. За кролика дают 1 единицу шалости. А за зайца дают 3 единицы. От 20 до 30 шалости. Если король кроликов не в кд, то он сразу придет агрессивным. И начнет вас атаковать. Еще один связанный с королем кроликов моб. И это счастливый кролик. Появляется он с 1% шанса. У него 2000 здоровья. И с него падает кусочек мяса. Его суть в том, что его можно попробовать поднять. Но его спасет король кроликов. И это все. Также падает с землетрясений с 10% шансом. И из разного немного изменили циркулярную пилу. Теперь нельзя дать ей дерево, чтобы переработать доски. Потому что теперь они крафтятся. 20 дерева превращается в 5 досок. Ровно как в обычном крафте. А на небесном алтере появился новый крафт. У непрокаченной небесной сферы его нету. Ставив новую пилу, мы сможем скрафтить каменные блоки. 5 каменных блоков за 15 камня. И эту лунную пилу можно вытащить, кликнув по ней. Также эта пила открывает новые крафты на каменную мебель. Крафт которых практически не отличается между собой. Но из мелочей пытались пофиксить убийство шахмат. Теперь шахматы тонут. Но все же можно убивать их, стоя на плоту. Тогда они на суше. Видимо клей сдались и не будут трогать этот фикс. Либо я не знаю почему они его не доделали. Раньше Виллоу с навыком контролированное горение. При поджоге создавала огонь. Который не переносился на другие объекты. Но теперь можно кликнуть ПКМ по объекту. И они начнут гореть пламенем. Которое распространяет огонь. Также изменили анимацию получения урона сбоку. И несколько раз изменили анимацию нанесения урона сзади. На протяжении всего видео вы видели как я бил сзади кругом. Но вот прям недавно вышел патч, который изменяет это. И теперь анимация выглядит как раньше, но чуть-чуть измененная. Сравнить старую анимацию и нынешнюю новую анимацию можно на экране. Также клей с выходом об новую. Обещали добавить новый или изменить старый способ попадания в Атриум. Но добавят это через патчи. Так как внести это изменение в бету они не успели. Но ждать неизвестно сколько времени я не хотел. И чтобы не затягивать с выходом видео, новый способ я напишу в комментариях. Ну когда его добавят. А на этом пожалуй все. Ссылка на 1000 крейкоинов будет в описании. И у нас появился новый твич дропс на шубу медвежьей спячки. В стиле роз. Доступна она до 10 октября. А также за вход в игру вы получаете скин на суккулент в горшке. Из важного клей в посте рассказали, что следующее обновление будет посвящено древам навыков. Которую они планируют выпустить в декабре. И спасибо за поддержку на бусте Рейзону, Зирею, Завалио, Ошибочные Сингулярности, Коту Пилоту, Ежземлю с дек на руля Гуга, Естагону, Верните Красный Гриб, Опездолу и Медею. А на этом всё, и спасибо за просмотр.